Про Мариуполь, 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 давайте я расскажу про Мариуполь. Офис президента наиболее информированный орган в стране, президент наиболее информированный человек в стране. Больше 10 суток назад он сказал, что Мариуполь для него тема номер один и занялся решением этой проблемы на высшем международном уровне. Главы церкви, лидеры ведущих государств мира, главы международных гуманитарных организаций самого высокого уровня, все вместе решают проблему Мариуполя. Силы обороны Мариуполя, военные, нацгвардия, АЗОВ, полиция и многие-многие другие, которые там находятся, ведут успешную оборону Мариуполя. И усилия не будут прекращены. Мариуполь мы не сдадим. Прописью Мариуполь мы не сдадим. Мариуполь мы не сдадим. Все. Он хочет захватить Мариуполь, чтобы защитники Мариуполя сдались в плен. Этого не будет. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столицей, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе. Я не думаю, что ждет успех. Помнишь, после взятия Лисичанска и Северодонецка я сказал, что больше они не возьмут ни один город в Украине. Говорю. Серьезно. Да, уровня Бахмата, Сладанская, Краматорская. Поэтому все, это конец. Но долго это не будет иметь место. В целом, вся эта война, ну, не такий уже долгий час будет продолжаться. Скоро это закончится. Мне Арестович подарил значок 2-3 недели. Я вам передаю. Я же никогда не сказал 2-3 недели. Я, если вы помните мои слови, десь в конце травня, я рассказал, как будет алгоритм действий. Я тогда прямо сказал, что червень месяц, на жаль, для нас будет не гарный. Будем мы трошки втрачать. В липне будет умовный застей такий. В серпні почнемо потрошки рухи на відновлення своєї території, які будут, ну, зрозуміли всім, будь-якому пересічному громадянину. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони, станом на 91-й рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. А наступний рік, як виглядає прогноз на наступний рік? До літа це має все підійти до завершення. Завершення ми вийдемо на кордону 91-го року. Навже ж. А коли ми... Для початку вийдемо на ці кордони. Знаете, я хотел би, щоб ми з вами через місяців шесть, от я спеціально поїду на набережну Ялты, там є у меня своє любимое место, да, я хочу з вами оттуда включусь, вот гарантирую вам, обязательно, я включу там телефон, і ми з вами поговоримо о том, яким буде Крим, свободним, да, Крим. А в це время оттуда вже уєдуть всі русські. Бахмут точно не візьмут, Солідар посмотрим. Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися скільки можемо. Вважаємо Бахмут, Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали, на жаль, героїв. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року.